Каникулы закончились, школьники приступили к занятиям. Во время пандемии на руководителях школ лежит огромная ответственность. Из-за напряженной ПИД-обстановки приходится соблюдать множество мер безопасности. Учреждения всех районов обеспечены средствами защиты. Правила по организации учебного процесса уже все выучили. Вопросов возникает всё меньше. Во время прохода детей с утра, либо во вторую смену, если ряд образовательных организаций учатся, это чёткое распределение входов по классам, по времени, чтобы не было пересечения потоков. Соответственно, по времени разведены приёмы пищи в разные перемены и разными параллелями. Идёт санитарная обработка помещений. Правительство выделило 100 миллионов рублей на закупку рециркуляторов. Принято решение по установке настенных рециркуляторов в каждом учебном кабинете. Эта поставка будет осуществляться уже начата с прошлой недели. И мы надеемся, что до конца первой недели декабря поставка рециркуляторов завершится. Планируется чуть больше 9 тысяч купить таких приборов. Учебные заведения проверяют сотрудники департамента по надзору в сфере образования. О рейдах они не предупреждают, дабы на местах не создавали видимость благополучия. Контрольные мероприятия проводятся по графику. Там не выполняются меры по профилактике. То есть эти учреждения включаются в первый момент. Во второй очередь включаются все учреждения с большой численностью сотрудников, учащихся в этот график. Третий пункт, кто заходит в график по проверкам, это учреждения, которые находятся удаленно от областного центра. Сотрудники надзора следят за соблюдением всех протоколов безопасности. От надетых масок до включенных в сеть рециркуляторов. Мы выявили тот факт, когда 50 рециркуляторов получило образовательное учреждение, было 15 расставлено из 50, и ни один не подключен. То есть вы понимаете, вот такие факты, которые на сегодняшний день, ну за это надо наказывать. В 20-м лицее всего 18 рециркуляторов. Их расположили в кабинетах профильных предметов. К сожалению, во время проверки не все аппараты были включены. Есть ряд замечаний. Замечания как раз касаются эффективного использования рециркуляторов. Мы дали определенные рекомендации, что в первую очередь такая техника должна использоваться в помещениях, где наибольшее скопление детей – это столовые, спортзалы, рекреации. По словам школьников, соблюдать меры предосторожности несложно. Старшеклассники привыкли. Они же и подают пример первокласскам. Мы все ходим в масках, учителя все в масках. То есть это препятствует распространению какой-либо инфекции. И я очень поддерживаю это, стараюсь. То есть между нами, между одноклассниками мы стараемся распространять, опять же, тенденцию масочного режима, опять же, поддерживать друг друга. Учебный процесс организован так, что младшие классы учатся очно, а у старшеклассников уроки проводятся дистанционно. Для детей из льготной категории, которая обучается дома, припасены продуктовые наборы. Как сказали в Министерстве просвещения, скоро их начнут раздавать. Виктория Черкова, Данил Сурков. Новости Улправди ТВ.